Еще в середине прошлого века остановка сердца и дыхания считались непреодолимой чертой, из-за которой назад дороги уже не было. Все, финита ля комедия. Но сегодня, благодаря развитию медицинской науки и техническому прогрессу, все больше людей возвращаются к жизни, пережив так называемую клиническую смерть. Так что же это такое? Клиническая смерть это пограничное состояние между жизнью и полной гибелью организма. Считается, что она наступает, когда сердце перестает биться, дыхание прекращается и в мозг не поступает кислород. Сознание отключается почти сразу, но у врачей есть от трех до шести минут, чтобы вернуть человека к жизни, пока не начался необратимый процесс умирания мозга. Именно он влечет за собой смерть в полном смысле этого слова. Первыми гибнут клетки коры головного мозга. Она отвечает за высшую деятельность нервной системы, поэтому вряд ли человек сможет выйти из овощеподобного состояния, если его на этом этапе все-таки удастся спасти. Следующими умирают клетки таламуса, гиппокампа и больших полушарий. Последним сдается продолговатый мозг, в котором расположены древние отделы, отвечающие за дыхание, сердцебиение, безусловные рефлексы. Что ждет человека, спасенного на этом этапе? Пожизненная вентиляция легких и другие поддерживающие жизнь процедуры. Именно поэтому так важны эти три-шесть минут клинической смерти, когда еще есть шанс вернуть человека к полноценной жизни. Но оказывается, 3-6 минут – это не предел. Существенно продлить клиническую смерть может холод и гипотермия, так как в этих условиях мозг потребляет меньше кислорода. В среднем продолжительность клинической смерти в холоде может увеличиваться до 12 минут и даже больше. Так в 1999 году 29-летняя Анна Богенхольм из Швеции продержалась в состоянии клинической смерти целых 80 минут. Катаясь на лыжах, женщина упала в ледяную воду и оказалась зажатой под толстым слоем льда. После этого Анна не только выжила, но и смогла полностью восстановиться, хотя температура ее тела опустилась до критических 13,5 градусов. Сегодня реаниматологи уже активно используют гипотермию как метод искусственно продлить клиническую смерть. Но есть еще один вопрос – что испытывают люди во время клинической смерти? Многие пережившие клиническую смерть рассказывают об одних и тех же вещах – про мель и яркий свет, про ощущение себя вне тела и общение с давно умершими близкими. Но стоп, откуда все эти намеки на загробную жизнь? Ученые считают никакой эзотерики и религиозного подтекста здесь нет. Одна лишь биология. Бельгийский ученый-невролог Стивен Лоррей из Льежского университета обнаружил взаимосвязь между видениями про умерших близких и активностью височно-теменного узла. Именно этот отдел головного мозга аккумулирует полученные органами чувств данные и преобразует их в наше восприятие действительности. Исследовав около 400 своих пациентов, Лоррей обнаружил, что в бессознательном состоянии височно-теменной узел начинает работать очень активно. По мнению ученого, он генерирует разного рода картинки из полученного раннего опыта, выдавая их потом за реальное переживание. Ощущение выхода из собственного тела тоже может возникать из-за активности в височно-теменном узле, который отвечает еще и за осознание себя и своего тела в пространстве. Собирая информацию о положении тела, этот участок посылает ее насечатку глаза, минуя сознание. Картинка получается как бы изнутри, а у человека создается впечатление, что он видит себя со стороны. К этому выводу пришел Олаф Бланке, невролог из Швейцарии, которому удалось воссоздать этот процесс искусственно в условиях эксперимента. С помощью электродов ученый воздействовал на височно-теменной узел своей пациентки, когда та была в бессознательном состоянии. Через час эксперимента женщина сообщила, что видела себя со стороны, и этот эксперимент не единственный. А как же свет в конце тоннеля? Профессор Мэри Борского университета в Словении Залика Клеменц Кетис предположила, что это видение может быть вызвано повышенным содержанием углекислого газа в крови. В исследовании, которое провела ученые в 2010 году, приняли участие 52 пациента, переживших клиническую смерть во время сердечного приступа. 11 из них сообщили им, что видели этот самый тоннель и яркий свет. Анализ крови испытуемых показал, что концентрация СО2 в ней была намного выше, чем у остальных участников исследования. Любая клиническая смерть может закончиться необратимой смертью всего организма, если человек вовремя не попадет в руки врачам-реаниматологам. Но наука движется вперед, и наверняка уже в скором будущем ученые найдут способ максимально эффективно возвращать к жизни все большее количество людей, столкнувшихся с клинической смертью. Список источников в описании. А чтобы не пропустить наше следующее видео, нажми на колокольчик. Есть вопрос? Вступай в группу научпока ВКонтакте, там можно спросить обо всем, что не дает спать ночами.